Михаил Абиньяша защищает сборная адвокатов Михаил Абиньяша защищает сборная адвокатов В Краснодаре начался суд по делу защитника прав демонстрантов Коммерсант от 21 февраля 2019 года, 2042 В Краснодаре начались слушания по уголовному делу в отношении адвоката Михаила Абиньяша Обвиняемого в насильник сотрудникам МВД при задержании после митинга 9 сентября 2018 года Защиту господина Абиньяша в первом заседании осуществляли 7 адвокатов из Краснодара, Сочи, Москвы и Ростова В том числе зампредседателя комитета по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты Москвы Александр Пиховкин По словам господина Пиховкина, дело Михаила Абиньяша продолжает оставаться в фокусе внимания адвокатского сообщества России В Ленинском суде Краснодара к началу первого заседания по делу Михаила Абиньяша собрались около двух десятков гражданских активистов Некоторые спришли в майках с портретом подсудимого и надписью «Гласность наше оружие» Судебные приставы беспрепятственно пускали в здания всех желающих, в том числе и представителей СМИ Не было ограничений и при входе в зал, хотя мест хватало не всем, и в конце концов судья Диана Беляк разрешила принести стулья из собственного кабинета Перед началом процесса Михаил Абиньяш увлеченно обсуждал со сторонниками, как именно судья Беляк будет выполнять собственное решение Вынесенное на предварительном слушании о недопустимости присутствия в зале СМИ, об этом твердый знак сообщал 12 февраля Третьяк готова защищать право прессы в случае, если журналистов не пустит в процесс Однако конфликта не произошло Перед началом заседания судья Диана Беляк пояснила, что процесс является открытым Михаил Абиньяш несколько раз пытался уточнить у судьи, как разрешение на присутствие СМИ соотносится с запретом, оглашенным на предварительном слушании Но ответа так и не прозвучало Более того, судья Беляк, отвечая на заявление представителей СМИ о возможности видеосъемки, разрешила снимать процесс в стадии премии и оглашения приговора Затем представители защиты зачитали ходатайство об отводе судьи, которое не было удовлетворено, и суд перешел к судебному следствию Прокурор Андрей Тамчак зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что адвокат Беньяш обвиняется по ч. 1 статье 318 УК РФ, применение насилия по отношению к сотруднику МВД По версии обвинения, Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре после митинга оппозиции 9 сентября, когда он направлялся в райотдел полиции для защиты задержанных Сотрудники полиции Егор Долгов и Дмитрий Юльченко, которые привезли Михаила Беньяша в райотдел, заявили о том, что в автомобиле он укусил одного из них, а второго ударил локтем Михаил Беньяш не признает себя виновным и утверждает, что полицейские оговорили его, чтобы избежать наказания за собственные незаконные действия при задержании Что беспокоит адвокатское сообщество России в деле Михаила Беньяша На первом заседании защиту господина Беньяша осуществляли семь адвокатов из Краснодара, Сочи, Москвы и Ростова, в том числе заместитель председателя комитета по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты Москвы Александр Пиховкин Впечатления от первого дня процесса положительные, мы видим, что градус активности защитников не спадает Дело Михаила Беньяша продолжает оставаться в фокусе внимания адвокатского сообщества России, заявил адвокат Пиховкин Сегодня были достигнуты положительные решения по небольшим, на первый взгляд, но значимым вопросам Это прежде всего касается принципа гласности и открытости правосудия, а также разрешения проводить видеосъемку прений и оглашения приговора К минусам можно отнести формальное рассмотрение судом заявления защиты об отворе председательствующего судьи, заметил господин Пиховкин Он уточнил, что судья не в первый раз председательствует по делам в отношении адвоката Беньяша Александр Пиховкин добавил, что главная задача адвокатского сообщества обозначить позицию в отношении нарушения профессиональных прав всех адвокатов Если адвокатское сообщество не выразит отношение к этому вопиющему случаю, такая практика безобразного обращения с адвокатами может распространиться по всей России Анна Перова, Краснодар